Здравствуйте! На телеканале РБК Омск новости в студии Владимир Киселёв. Смотрите в этом выпуске. Звезды с неба. На что готовы пойти мужчины, чтобы порадовать прекрасную половину Омска? Более ста мечей пострадали минувшей ночью из-за гололеда и урагана. По данным Омской станции скорой медицинской помощи, число травмированных горожан за одну ночь возросло в три раза. По словам главврача Максима Стуканова, в больницы пострадавшие поступали в основном с переломами конечностей, а также ушибами и растяжениями. Хотя дорожная ситуация во время разыгравшейся бури в масштабах города Миллионика была более-менее стабильной. В ГИБДД заявили, что количество аварий не увеличилось. Госавтоинспекции считают, что сработало предупреждение водителей от регионального управления МЧС. В итоге за ночь зафиксировано 63 ДТП с материальным ущербом и одно со смертельным исходом. Трагедия произошла на Красноярском тракте. По данным ГИБДД, водитель Тойоты не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. В результате владелец легкового автомобиля погиб. Удар был настолько сильный, что от иномарки осталась лишь груда металла. Не исключено, что одной из причин смертельного ДТП стали погодные условия. Между тем, в администрации города отчитались, что всю ночь шла усиленная обработка пескосоляной смесью пешеходных переходов, остановок, перекрестков и мостов. Кроме того, буря лишила электричества около 25 тысяч человек. Из-за порывистого ветра оказались обесточены 17 подстанций на территории Омской области. Без света остались 76 населенных пунктов. В Минэнерго России сообщили, что аварии на сетях повлияли и на движение поездов на одном из участков железной дороги. Сбой зафиксирован в движении трех пассажирских и 15 грузовых составов. Движение было восстановлено после 19 часов вечера. Этим же вечером свет дали и потребителям. Весна может принести в Омск не только дожди. В Роспотребнадзоре сообщают об увеличении случаев заболевания вирусными инфекциями, в том числе и гриппом. Всего за неделю врачами зафиксировано свыше 13 тысяч заболевших ОРВИ. Правда, грипп подтвержден пока только у 11 пациентов. Так что об эпидемии гриппа говорить преждевременно, заявляют медики. Тем не менее, на карантин уже закрыли 27 групп в детских садах и 58 классов в школах. В Роспотребнадзоре объясняют, разобщение детских коллективов во время подъема заболеваемости мера эффективная, поэтому образовательный процесс был приостановлен в тех учреждениях, где по причине болезни отсутствует более 20% детей. Разрешен, но по-прежнему только избранным. Препарат для лечения рака лимфатической системы Ацетрис наконец попал в российский перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств на 2018 год. Вообще, если препарат появился в этом списке, значит, во-первых, цены на него не могут меняться вместе с курсом валют. И во-вторых, правительство позаботится о том, чтобы медикаменты были доступны для населения. Несмотря на это, Ирина Степанова из Омска вынуждена сама собирать деньги на Ацетрис почти 8 миллионов рублей. Почему, расскажут мои коллеги. Арифметика болезни перевернула жизнь семьи Степановых. 230 тысяч рублей – рыночная стоимость упаковки препарата Ацетрис для лечения лимфомы Ходжкина. На консилиуме врачи объяснили молодой маме, чтобы добиться ремиссии, ей таких упаковок нужно 34. Еще один день с дочерью Лизой, еще одно семейное чаепитие. Теперь все приобрело цену – почти 8 миллионов. Альтернативы, говорят врачи, нет. Сначала меня включили, когда рецидив обнаружили в список клинических испытаний, вот этих препаратов. А потом где-то в декабре или в январе, не помню конкретно, мне позвонили и сказали, что я не подхожу для этих испытаний. Потому что испытания проводят, так сказать, сами представители этих препаратов, чтобы запатентовать себя в России. Им нужны гарантии, что препарат точно поможет. Ирине Степановой 26 лет. Диагноз лимфомы Ходжкина третьей степени ей поставили в Омске в 2015 году. Дочери Лизе тогда было два года. Причины заболевания медики не знают. Девушка прошла несколько курсов химиотерапии, высокодозного облучения. В Петербурге ей сделали автотрансплантацию костного мозга. Врачи добились ремиссии. Ирина смогла наконец вернуться домой к дочери и брату. Но через два месяца снова стало хуже и прозвучало страшное. Рецидив. Ира слишком больна для экспериментальной терапии. Слишком взрослая, чтобы получить помощь от большинства фондов. Слишком слабая. Очередного агрессивного лечения организм не вынесет. Есть благодарительный фонд «Живой». Он фонд помощи взрослым. Они отказали из-за отсутствия больших средств. Адвита тоже в данный момент по финансовым обстоятельствам не может закупить этот препарат. Так как сильно много желающих из тех, кто лечится в Санкт-Петербурге. Каждый год только в России лимфомой заболевают более трех тысяч человек. Пик приходится на 25-29 лет. Ацетрис – один из наиболее щадящих препаратов при лечении рецидива. Однако еще несколько лет назад он был попросту не зарегистрирован в нашей стране. С января этого года лекарства в России должны предоставлять по квоте. Но на то, чтобы провести тендер, чиновникам Минздрава требуется время. И о закупке препаратов на весь курс речи пока нет. Помочь взрослому, здоровому, в смысле физически большому человеку, который уже может сам жить на этой планете, как-то не рассматривают пока люди, что даже в таких ситуациях нужна помощь. И кроме того, что они уже не имеют родителей, они еще и сами родители. То есть, если что-то случится со взрослым человеком, его дети останутся сиротами. Восемь миллионов – сумма, которую трудно вообразить многим людям. И в то же время это всего 40 тысяч раз по 200 рублей. 40 тысяч человек – капля в миллионном городе. И для примера, одна десятая числа подписчиков, топ-блогеров Инстаграма. Если вы знаете кого-то, кто готов рассказать о борьбе Иры с болезнью в своем блоге, не проходите мимо. Я не сказала. Мама, я тебя люблю. Когда приедешь, отдохнешь на кровати. Я тебя укурою. На ваших экранах номер карты Ирины Степановой. Деньги на нее можно перечислить и по номеру телефона через онлайн-сервисы и приложения. Если вам кажется, что 200 рублей – это ничего не значащая сумма, не сомневайтесь. 40 тысяч – это сила, которая может сохранить жизнь молодой маме. На севере Омской области выявлен новый факт незаконной вырубки ценных пород деревьев. Теперь след черных лесорубов обнаружен на территории Сидельниковского района. После проверки природоохранной прокуратуры выяснилось, что неизвестные спилили лес объемом 65 кубических метров. Сумма ущерба составила 450 тысяч рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело. Сейчас перед силовиками стоит задача найти причастных к этому преступлению лиц. Отмечу, что следователями уже возбужден ряд уголовных дел, связанных с деятельностью черных лесорубов в Тарском районе. О том, насколько ситуация с черными лесорубами в Омске обострилась, поговорим прямо сейчас с сопредседателем регионального штаба ОНФ Людмилой Жуковой. Людмила Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, ситуация с черными лесорубами в Омской области действительно обострена. Вы много лет боретесь за сохранность лесов Тарского района. Вообще, с чего началась проблема? Как вы начали свою борьбу вот именно с черными лесорубами? Ну, началась она давно. Как мы уже определились, что это 12-13 лет назад, как только мы поселились в селе Екатерининском, я обратила внимание на то, что природоохранная зона, я сама географ, поэтому мне эта тема была интересна, что природоохранная зона отдана под вырубки. Это был 2005 год. Возмущение было на уровне обращений к местным властям, природоохранной зоне, в управление лесами, но реакции никакой не было. По прошествию времени, это уже был 2010 год, в 2010 году все леса были отданы в аренду. И после этого начался беспредел. То есть по санитарной рубке были отданы хвойные леса близ деревень. А почему близ деревень? Потому что это транспортные расходы, это дороги, где лес, себестоимость леса намного будет ниже, чем его на неудобник заготавливать. Вот. И после 2010 года, когда отдано было в аренду, у меня начались, конечно, такие, вот уже будем говорить, заходы опять по кругам. Я называю это круги ада, потому что никто не реагировал, никто не видел, что лес уничтожается. После этого в 2012 году, а до этого с 2010 до 2012 были угрозы. «Оставь в покое леса, ты нам мешаешь». В 2012 году происходит сильнейший пожар. То есть ночью обливается дом, постройки соляркой по периметру и поджигается, закидывается коктейлями молотого. Остаемся случайно, остались живы. Просто вот, ну, не спали в это время. А так бы, конечно, это было, закончилось бы очень все плачевно. Ну, и когда вот началось вот это все противостояние, тогда, значит, ну, наверное, упертость моего характера о том, что я на правильном пути, что здесь что-то не так. Если не реагирует власть, не реагируют силовые структуры, не реагируют надзорные органы, значит, нужно идти дальше. Ну, вот таким образом и дошли до Народного фронта. А, Людмила Алексеевна, ну, давайте поподробнее остановимся вот именно на пожаре. Вообще, чем все дело закончилось? Дело закончилось тем, что в уголовном деле даже не было вопроса о лесе. То есть ни о чем, уголовное дело ни о чем, поэтому оно рассыпалось. И когда я ознакомилась с делом, ну, может быть, через года два-три, ну, была возможность такая, через прокуратуру мне дали ознакомиться с делом, то это вообще детский сад. То есть дело ни о чем, поэтому оно и рассыпалось. Насколько я помню, там подозреваемые, если не ошибаюсь, были дети из детдома, что-то вроде... Нет, это был последний пожар. Пожаров было немало, будем так говорить. После вот того пожара 2012 года были еще четыре пожара возле жилища, поджигали лес. То есть, ну, вот такое запугивание. Тоже обращение в органы УВД не принесли вообще, даже не расследовалось это. И в октябре месяце, когда я уже будучи сопредседателем Народного фронта, где мы с активистами Народного фронта очень много выявили, очень много выявили вот этих незаконных рубок, где, ну, просто дилетанту видно, что они незаконны, хотя почему-то те, кому это нужно было, не реагировал. И когда мы выявили в 174-м квартале, который называется у нас на севере Катюшина-Горка, выявили ущерб на 17 гектарах, ущерб около 20 миллионов, после этого через три дня произошел поджог вот этими двумя, о которых вы говорите, двумя молодыми людьми, произошел поджог бани. Дом уже сгорел пять лет назад. Что касается, опять же, лесов, наверное, можно все-таки сказать, что дело сдвинулось с мертвой точки после того, как омская журналистка озвучила нашу омскую проблему президенту. И были задержаны пять членов так называемого ОПГ. Вообще, насколько можно считать, что задержали не исполнителей, а именно организаторов? Можно ли, в принципе, так считать, по вашему мнению? Давайте вернемся немножко назад до вопроса журналистки, руководителю, лидеру Народного фронта, это Владимир Владимирович Путин. Вернемся назад. С приходом нового губернатора, который сейчас в Рио, это Бурков Александр Леонидович, мы нашли понимание. Народный фронт нашел понимание сразу же. Вот в первых дней его прихода мы нашли понимание. Он взял на контроль, то есть сделал приоритетными. Один из вопросов приоритетным был сохранность лесов и экологию. И здесь уже, да, действительно, начались, вот именно с приходом нового губернатора, начались аресты. Я сомневаюсь, конечно, что это, я лично сомневаюсь, это мое личное мнение, что это те люди, которые, вот сейчас они, мы их накажем, и все прекратится вырубки в лесах. Я думаю, что в коррупционной схеме есть более значимые люди, которые, может быть, даже и в каких-то высоких структурах. То есть все-таки присутствует как таковое крышевание? Ну, не хотелось бы мне называть это, потому что идет следствие, и, наверное, ребята уголовный розыск разберутся в этом, которые действительно взялись и которые, ну, по-русски говоря, роют землю. И совместное, вот, совместное понимание этого вопроса и УВД, и в Рио губернатора, оно и совместная работа с Народными фронтами, с активистами, оно уже давало результаты. Но так как, если мы говорим о том, что это вывоз леса, это огромные деньги, это даже небольшие, это огромнейшие деньги, и рядом граница у нас с Казахстаном, где лес очень котируется, поэтому, конечно, трудновато, я так думаю, что трудновато было бы и при всем желании Буркова Александра Леонидовича, и при всем желании УВД, я думаю, что это было бы трудновато сделать. И если этот вопрос задан нашему лидеру, опять повторяюсь, Народного фронта Путину, то, я думаю, это, наоборот, ускорит и будет более эффективно. Ну, а какого результата, по-вашему, следует ожидать вот после подобных действий? Ой, мы, знаете, привыкли работать, работать и работать. Выходим в рейды, да, видим, находим. Мы же работаем не только по проблемам леса, еще и по другим проблемам Народный фронт работает. И одна вот из проблем, которая уже начала решаться, и тем более, что сейчас задано, это озвучено лидеру государства, то, я думаю, что стоит ждать каких-то ощутимых результатов, которые будут направлены на сохранность лесов и на утверждение того, что если хотим, если захотим, если можем, если хотим, то можем. Это очень здорово, Людмила Алексеевна. Я надеюсь, что ваша борьба, она закончится все-таки победой, и мы, конечно же, тоже болеем за достояние Омской области, можно и так сказать. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. А я напоминаю, что мы беседовались с сопредседателем регионального штаба ОНФ Людмилой Жуковой. Более подробно о проблеме черных лесорубов вы узнаете в пятницу, 9 марта, из интервью на телеканале РБК Омск. А мы продолжаем. Высокая награда из первых рук. В Рио губернаторов в канун Международного женского дня вручила мичкам госнаграды. В областном правительстве сегодня чествовали заслуженных работников образования и медицины. Среди 14 амичек, что получили почетные грамоты президента и медали, многодетные матери. Помимо медалей и цветов, глава региона был щедрый на комплименты. Мне приятно сегодня быть в вашем обществе. Вы все прекрасны по-своему. Вы все красивы, вы все милы, вы все очаровательны. Я хотел бы отметить, что награды президента, они даются не просто так. Виновницы торжества раскрыли секрет своего успеха. Любимому делу нужно отдавать все силы и вкладывать душу. Галина Мысикова уже более 30 лет работает главной медсестрой. Для получения высокой награды ее руководство направляло запрос в администрацию президента. Кандидатуру амички отбирали из тысяч других претендеток, которые, как считает сама Галина Петровна, не меньше нее заслуживают почет и уважение. Тем не менее, признание ее работы на самом высоком уровне – это большая честь. Несмотря на то, что церемония награждения прошла, я испытываю очень большое волнение, потому что это действительно очень почетно. Каждый день приходить на работу с утра меня заставляет, конечно, прежде всего, это интерес к моей работе на протяжении уже многих лет, любовь к моей работе и, наверное, работа в коллективе, в том коллективе, в котором я работаю. Среди награжденных сегодня в областном правительстве педагог по сценической речи Лариса Михайлова. Именно она вот уже больше 20 лет работает с ведущими на Омском телевидении. В профессиональном портфолио Ларисы Михайловой немало звезд и телевидения, и театра. Впрочем, сама педагог уверена, грамотная речь и правильно расставленные ударения способны из кассирши королеву сделать. Когда слово дороже золота. В тайные искусства говорить вникала Елизавета Рыбина. Ру! Держи, разозлись! Ру! Разозлись! Ру! И ты тоже разозлась! Ру! Эта девушка не потеряла дар речи, она его совершенствует. Если читать учатся по слогам, то говорить по звукам. Именно так будущие актеры постигают основы сценической речи. Для Василины, студентки второго курса, артикуляция и интонация – не пустые слова. На сценической речи – это важно. То есть нам постоянно говорят, как правильно ставить ударение, и постоянно за этим следят. В жизни, конечно, можно допустить такое, что и неправильно сказать. Интереснее слушать людей, которые грамотно говорят, и ты сразу так смотришь – вау! Это грамотный человек, он знает, как правильно ударение ставится. В сценическую речь, режиссуру и актерское мастерство здесь преподает Лариса Михайлова. Идеальная дикция и поставленная речь многих омских актеров и телеведущих – ее заслуга. Искусство говорить Лариса Ильинична выбрала больше 30 лет назад. Хотя могла сейчас лечить не речевые дефекты, а хронические болезни. После школы она хотела поступать в медицинский. Здесь уверены – язык врагом быть не может. А вот каша во рту – преступление против зрителей. Среди студентов – как городская, так и сельская молодежь. Иногда спорят с преподавателями. Зачем учиться говорить «звонят, а не звонят?» Торты, а не торты. Мол, в деревне все равно не поймут. Ко второму курсу об этом и речи не идет. Четкость всегда считалась неотъемлемой частью хорошей речи. И надо быть всегда понятным для человека, с которым ты общаешься, и для зрителя в целом. Впрочем, грамотно расставленные ударения и четкие согласные волнуют не только людей на сцене. Лариса Ильинична делится случаем из своего преподавательского опыта. Однажды ей довелось читать лекцию по речи вне Стен-колледжа. Я была поражена. У меня были продавщица киоска, директор какой-то небольшой компании, студент. То есть география была кассир железнодорожной, пригородные, причем железнодорожные кассы. Я им говорю, вот вы вот пришли здесь речью заниматься, вам зачем? Она говорит, ну как? Вот приходит пассажир, покупает билет, я ему должна внятно что-то объяснить и рассказать. Я поняла, что речь, мне кажется, в наше время играет просто огромную роль. Театр начинается с вешалки, сцен речь начинается с упражнений, а обычная устная грамотная речь, по мнению филологов, начинается с семьи. Если дома говорят короткими фразами, в школе риторику не преподают, в ЕГЭ по русскому языку нет устной части, что же можно получить на выходе? Да и в вузах сейчас культуру речи не изучают ни инженеры, ни врачи. Школьники сейчас в 11 классе на ЕГЭ должны найти грамматическую ошибку. И там все время дают ошибку такую. Я думаю то, что, я считаю то, что, я полагаю то, что, я знаю то, что. Это неграмотная конструкция. Они эту ошибку не видят. Кроме того, люди не раскрывают рот, в Омске в принципе закрытые гласные, они рот не раскрывают, такое чревовещание получается. Вот так вот. И абсолютно безинтенционно, такая бедная в интенционном и орфоэпическом, то есть произносительном отношении речь. Эксперты-филологи уверены, воспитывать общую грамотность нужно системно. Культура складывается из мелочей, в том числе из правильной дикции и интонаций. Просветителей в обществе есть, а правильного подхода к массам не хватает. В радиоэфирах или с голубых экранов больше не звучат голоса Юрия Левитана или Игоря Кириллова. Теперь обществу нужны другие примеры. Цветы, кольцо или миксер? Трудности выбора в канун 8 марта. На что готовы потратиться мужчины? Какой презент получила первая женщина Омска? И почему звезда с неба по-прежнему самый популярный подарок, расскажет Мария Васькова. Я подарю тебе эту звезду. Светом нетленным будет она ожарять нам путь. На дворе 21 века картина все та же. Накануне 8 марта женщины готовят праздничный ужин и оттирают кастрюли, мужчины поют оды и думают, что же подарить любимой. Правда, звезд неба большинство представителей сильного пола не хватают. С выбором подарка они особенно оригинальничают. Самый популярный презент – это цветы. Вот и мэр Омска Оксана Фадина получила от Александра Буркова в подарок букет из белых роз. Я подарю тебе эту звезду. Светом нетленным будет она озарять нам путь в бесконечность. Мужчины по-прежнему обещают золотые горы. Правда, от слов к действиям переходят немногие. А если и дарят украшения, то совсем не горы, а скромные сережки в пределах 10 тысяч рублей, рассказывают в ювелирных салонах. Причем, как правило, выбирают такие подарки себе сами женщины. Мужчины только оплачивают покупку. Сейчас наблюдается такая тенденция, что женщина рассказывает своему любимому мужчине, намекает, а иногда даже просто дает четкое техническое задание, что она хотела бы получить в подарок. И очень часто именно в этом году мы наблюдаем, что мужчины приходят и четко знают, что их любимой надо. Что надо любимой? Блендеры, мультиварки, кухонные плиты. Универсальный подарок считают представители сильного пола. И с праздником поздравил, и всегда сам сыт будешь. Впрочем, некоторые подходят к этому вопросу еще практичнее. Под предлогом подарка любимой дарят презенты себе. Лидеры продаж – это ноутбуки, планшеты. Я так понимаю, что подарят женщинам, но смартфоны еще, может быть, останутся у женщин, а ноутбуками и планшетами будут пользоваться потом сами мужчины. Любимая, я тебя поведу к самому краю Вселенной. Я подарю тебе эту звезду. Подарить звезду с неба в прямом смысле в 21 веке совсем не фантастика. Можно даже назвать созвездие именем «Любимый». В интернете таких предложений масса, причем цены совсем не космические. Стоимость услуги начинается от полутора тысяч рублей. Впрочем, вряд ли даже это позволит забыть про немытые кастрюли. После мартовских праздников курс доллара начнет расти. Финансовые аналитики прогнозируют, к концу месяца рубль потеряет как минимум 4%. Причин для этого несколько. Операции Минфина по закупке иностранной валюты, ожидаемое ужесточение антироссийских санкций и снижение интереса инвесторов к сделкам на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок. Что касается рынка нефти, то здесь для российской валюты все складывается благополучно. Хотя у экспертов есть основания полагать, что сейчас даже отметка в 70 долларов за баррель не сильно поможет российской валюте. Также, если подтвердится консенсус прогноз об инфляции, то доллар может укрепиться к мировым валютам, поскольку повысится вероятность повышения процентной ставки КРС США. Ожидается, что курс рубля снизится до коридора 57.30-58.90 рублей за 1 доллар США. 7 и 8 марта «Авангард» проведет дома третий и четвертый матчи серии плей-офф с Салаватом Юлаевым. После двух матчей в Уфе счет в противостоянии до четырех побед равный 1-1. В первой игре «Ястребы» уступили со счетом 4-6, зато во второй разгромили соперника со счетом 7-2. Матч на арене «Омск» 7 марта в 19.00 и 8 марта в 17.00. На этом у меня все. Следите за развитием событий на телеканале РБК «Омск», а также на сайте itv55.ru. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин